В эфире информационная программа «Неделя города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги и рассказать о самых важных событиях уходящей недели. Сегодня в нашей программе. Годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Рязани прошли памятные мероприятия. Преображение площади Ленина. Чем может обернуться проект реконструкции для города? Татьянин день или день российского студенчества, как его отметили в Рязани. Новость о создании центра уличного спорта в лесопарке под мостом окружной дороги вызвала большой резонанс. Одни резонансы рады, что в городе появится новый спортивный комплекс, другие недоумевают. Как можно заниматься физическими нагрузками, вдыхая газовые выхлопы машин? В свою очередь, третья группа горожан обеспокоены тем, что в районе будущего объекта уже вырубают деревья. В социальных сетях несколько дней идет оживленная дискуссия по поводу строительства нового спортивного объекта под мостом. Нашей телекомпании удалось получить эксклюзивный комментарий исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Карабасова. Он утверждает, что поводу для беспокойства нет, а проект тщательно продуман. В частности, вырубка деревьев в лесопарке вестись не будет. Наша задача убрать сухостойные деревья, повальные деревья, а также очистить лес от захламленности. Мы ведем плановую расчистку городского лесопарка с целью наведения здесь порядка. То есть ведется санитарная работа в нашем городском лесу, которая не проводилась здесь очень-очень давно. Расчистка началась в октябре прошлого года. Тогда от валежника и поваленных деревьев удалось освободить более 4,5 гектаров леса. Работы закончились около моста. В настоящее время они возобновлены. Администрация города планирует благоустроить территорию вплоть до Орехового озера. На сегодняшний день никаких санкционированных вырубок деревьев не ведется. Ведется расчистка леса для того, чтобы горожанам было удобно гулять с собаками, чтобы территория была безопасна. А также планируем обеспечить речку Дунайчика, расчистить русло реки для того, чтобы не допускать затопления, заболачиваемость леса. По словам Сергея Карабасова, спортивный объект расположится исключительно под мостом, где не растет ни одно дерево. Все 8 кортов будут огорожены по периметру сеткой рабицей и не затронут близ растущие деревья. Также он отметил, что здоровью занимающихся не будут угрожать выхлопные газомашин, которые перемещаются по федеральной трассе. На эстакаде к 1 июня будет оборудовано защитное ограждение с двух сторон эстакады на протяженности спортивной площадки. Поэтому данные экраны позволят использовать данное пространство под мостом. Социальный объект под мостом не новинка для России. Подобные спортивные площадки прошли проверку в Калининграде и Москве. Однако рязанский комплекс удивит масштабом. Он станет лучшим в стране по количеству, разновидности спортивных и досуговых площадок, а также качеству оборудования. По словам Сергея Карабасова, площадка соответствует всем нормам и правилам, а возведение капитальных сооружений в рамках проекта не предусмотрено. Мы устилаем асфальт, делаем резиновое покрытие и устанавливаем по периметру данного участка забор из рабицы, который будет, безусловно, контролировать систему входа-выхода. Ставится небольшая проходная система с металлоискателем, делается освещение под мостом, делается ограждение. Защитные экраны у нас будут. И хороший свежий воздух в лесопарке мы гарантируем. Спортивный комплекс под мостом рассчитан на людей разного возраста. Он будет работать ежедневно с 10 утра до 12 ночи. Площадка расположится под 8 пролетами моста. Здесь можно будет заниматься теннисом, баскетболом и футболом, воркаутом. Закончить строительство планируют уже летом. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». Российские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу. 10 команд стартуют 3 февраля из разных городов. Финишировать они будут в Рязани. Общая дистанция, которую пройдут все группы, составит 7,5 тысяч километров. Сейчас военные ведут подготовку к такому масштабному переходу, который станет не только показателем готовности наших войск, но и серьезной военно-патриотической акции. Смоленск, Псков, Кострома, Ульяновск, Новороссийск, Камышин, Белгород, Кубинка, Тула, Рязань. Это те города, где сейчас идет подготовка десантников к большому общему старту, который намечен на 3 февраля на 11 часов утра. Из Новороссийска военные сначала побегут без лыж. С появлением снега десантники встанут на лыжню. Рязанцы же совершат грандиозный круг дистанции более 900 километров. Стартуя в Рязани, проходя через Владимир, Суздаль, Ярославль, Переиславль-Залесский, Сергеев-Пасад, Орехово-Зуево, Луховицы, финишируя в нашем городе. А тульские десантники, которые 23 января с радостью поделились секретами своих тренировок, пройдут 500 километров на лыжах до столицы ВДВ. Сейчас они вовсю занимаются подготовкой к этому переходу. Сейчас проверяем готовность совершения лыжного марша. Наличие всего необходимого имущества и вещевого обеспечения. Проверку снаряжения десантники доводят до автоматизма, ведь недокомплект при большом переходе на лыжах может вывести из строя всю группу. Спальный мешок, термобелье, верхняя одежда, аптечка. В рюкзаке десантника все снаряжение весит более 50 килограммов. Условия для представителей всех городов были подобраны индивидуально. Тем, у кого дистанция короче, достанется более сложная трасса. К примеру, тульские десантники в день планируют проходить по 30 километров. Рязанцы и представители Новороссийска смогут проходить большие расстояния. Поэтому в Туле сейчас активно отрабатывают бег на лыжах по пересеченной местности, преодоление природных препятствий, оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. По замыслу организаторов, днем военные будут преодолевать дистанцию по полям и лугам, а ночевать им предстоит в городах. В городах, в которых будут останавливаться военнослужащие Тульской или Рязанской области, будут проводиться совместные военно-патриотические акции с муниципальными образованиями этих городов с целью популяризации службы в воздушно-десантных войсках и пропаганда нашего Рязанского высшего воздушно-десантного училища. После тяжелого дня на лыжах, приехав в город, десантники прямо на улицах будут давать концерты, а также показывать азы рукопашного боя. На следующий день отправляться в путь. Они планируют пройти по местам боевой славы нашей страны, а также памятников в деревнях и селах, чтобы отдать дань тем, кто защищал нас в военных сражениях. Это лучшие десантники. Они отобраны по своим морально-деловым и психологическим качествам, по состоянию здоровья. Мы их проверили всесторонне, чтобы военнослужащие в этот длительный лыжный переход были готовы к его совершению, невзирая на какие-то, может быть, трудности, какие-то незгоды. Здесь самые лучшие из лучших. Они этим гордятся, и это для нас большая честь. Окончательным аккордом всего лыжного перехода станет общий финиш 10 команд на Рязанской земле, который запланирован приблизительно на 20 февраля. Однако здесь никто не отменяет соревновательный момент. Военнослужащие будут бороться за право финишировать в столице ВДВ первыми. Такие планы есть и у рязанских десантников. Беспрецедентное мероприятие воздушно-десантных войск будет посвящено столетию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Стоит сказать, что перед стартом 2 февраля в Рязани запланировано масштабное мероприятие, на котором все рязанцы смогут увидеть наших ребят, которые будут стартовать на следующий день, а также насладиться военно-патриотическим концертом. Анна Герцовская при поддержке телеканала «Первый Тульский». Накануне дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Рязани прошли мероприятия в память об этих страшных событиях. На Ленинградском кладбище Скорбящинского мемориала состоялась церемония возложения цветов в честь ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посетил Валерий Седов. Страх, отчаяние и боль. Для многих блокада Ленинграда запомнилась именно так. Осажденный город держался 872 дня. 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано. Для многих ленинградцев Рязань стала вторым домом. Здесь они начали жить, пытаясь забыть об ужасах тех страшных лет. Погибших народу много. И дети, и старики, и все. Дмитрий Егорович в осажденном городе не был. Он ветеран Великой Отечественной войны. О блокаде города узнал только после прорыва осады. Говорит, что тогда новость его просто шокировала. В голове солдата не укладывалось, как город жил все это время. Теперь он каждый год посещает мемориальное кладбище в тень снятия блокады, чтобы отдать дань героям тех лет. Должны помнить, что произошло в Ленинграде. Все должны знать, даже и дети, все, потому что все стали забывать. Надо напоминать. В настоящее время в Рязани проживает свыше 100 человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Память защитников и жителей блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют. На возложении присутствовали и школьники, и представители волонтерских организаций. Вызвался, потому что интересно посмотреть и поддержать. Это память о погибших воинах и о ветеранах самих. После церемонии возложения в детской музыкальной школе номер один состоялся праздничный концерт для ветеранов и вручение региональных наград наиболее активным членам общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В четверг, 25 января, в России отметили Татьянин день, который также считается днем студенчества. Во всех вузах Рязани прошли торжественные мероприятия и праздничные гуляния. Главным местом празднования Дня студентов стала площадка перед Радиотехническим университетом. Здесь собрались представители всех вузов, которых поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Желаем вам любви, особенно сейчас в молодости. Я думаю, это самая нужная для этого пора. Самые успешные студенты получили из рук губернатора почетные грамоты, но кульминацией праздника стало появление Елизаветы Петровны. Императрицу, которая и учредила этот день в 1755 году, к сцене подвезла беспилотная мобильная роботизированная платформа. В Рязанском политехническом институте празднование началось с молебна Святой Татьяне, который прошел в часовне вуза. Продолжился праздник во внутреннем дворе института, где студентов и учащихся инженерных классов рязанских школ поздравил директора института и почетные гости праздником. А вот Рязанский медицинский университет в этом году Татьянин день отметил необычным флешмобом. Студенты вуза выстроились в форме часов, которые увенчала цифра 75. Таким образом стартовал отчет подготовки к юбилейной дате. В 2018 году наш вуз празднует юбилей 75 лет образования Рязанского государственного медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова. Поздравить студентов и всех Татьян приехал заместитель министра образования молодежной политики Рязанской области Павел Симаков. Из его рук самые активные студенты РязГМО получили почетные грамоты. Ну а после они рассказали нам, каково это быть студентом Рязанского государственного медицинского университета. Очень ответственно. Очень тяжело. Да. Но позитивно очень. Мы уже на данном этапе понимаем, какая на нас лежит огромная ответственность в будущем. И мы с гордостью хотим стать лучшими врачами. Празднование Татьяниного дня традиционно завершает окончание сессии. А широкие гуляния становятся лучшим подарком для всего студенчества. Пожалуй, самой обсуждаемой после окончания новогодних праздников стала тема возможного масштабного благоустройства и реконструкции площади Ленина. Соответствующий проект был размещен на сайте городской администрации. В его обсуждении предложили поучаствовать рязанцам. Какой же видят площадь Ленина разработчики проекта и почему не все согласны с таким вариантом реконструкции, расскажем далее. Вот так должна и может выглядеть площадь Ленина в скором будущем, считает группа разработчиков ее реконструкции, в числе которых и архитектор Илья Стюхин. Согласно проекту, изменения коснутся не только самой площади, но и пространства вокруг, например, улиц Краснорядской и Кольцова. Разработчики хотят освободить их от транзитного транспорта. Мы стоим на том самом месте, где исторически проходила улица Горького, которая раньше называлась Мясницкая. Она проходит ровно по правую руку от нас. Таким образом мы можем вывести автомобильный транспорт напрямую на Первомайский проспект, сократить его присутствие на площади, не теряя при этом пропускную способность. Восвобождаемое пространство, которое находится перед памятником, которое находится перед торговыми рядами, должно быть задействовано и благоустроено. Также разработчики планируют расширение сквера на улице Краснорядской за счет оптимизации ширины проезжей части. Ну, а на освободившемся пространстве, по мнению авторов проекта, можно обустроить сухой фонтан, который зимой будет превращаться в каток, добавить озеленение, скульптуры, лавочки, а также поставить малую сцену, на которой могли бы проходить различные мероприятия. Все это, отмечает Илья, повлечет за собой развитие малого бизнеса, и что самое главное, вновь сделает площадь Ленина главной площадью города, каковой она и была, как в дореволюционное время, так и в советское. Здесь гораздо более приспособленная инфраструктура, как с точки зрения доступа людей, так и с точки зрения близости пространств для рекреации. Это городские парки, это Лыбецкий бульвар, это улица Почтовая. Конечно, площадь Ленина главная площадь города, просто сейчас она не используется в таком статусе. Вот что думают о подобных изменениях сами горожане. Ну, конечно, нужно, чтобы город был красивый, чтобы приятно было прийти сюда. А то и тут машины, и тут машины. Даже очень интересно, давно пора здесь что-нибудь интересное придумать. Про пешеходные дорожки, велодорожки. Я как бы думаю, что да, потому что не очень удобно вечером, допустим, по Почтово, если можно пройтись, то здесь, ну, постоянно натыкаешься на машины, тем более, если родители с детьми, то, мне кажется, Рязани очередной парк бы не помешал, тем более, таких масштабов в центре города. Действительно, многие горожане проект одобрили. Однако, нашлись и те, кто выступил против. Среди них – автомобилисты Рязани, которые озабочены сокращением парковочных мест, а также вероятностью еще большего затруднения движения по центру города. При всем этом стоит учитывать, что в большинстве своем рязанцы не являются профессионалами и выступают за изменения или против них, не углубляясь в изучение всех нюансов. А таковых архитекторы с опытом видят немало. Так, Константин Камышанов отмечает, что, например, озеленение, которое предполагается сделать согласно проекту, попросту невозможно из-за проходящих под землей коммуникаций. И вообще, подобные проекты, по словам Константина Камышанова, должны разрабатываться при участии урбанистов, которые проводят анализ всего города как единого организма. Но таких специалистов в Рязани, к сожалению, нет. Мы должны прозонировать город и должны понять, где у нас зона фитнеса, где у нас зона бизнеса. Потому что если в зоне бизнеса будет заниматься фитнесом, ну это получится, наверное, какая-то каша. Или в Кремле мы будем устраивать велогонки, это тоже будет неправильно. То есть, поэтому город должен прозонировать. Он у нас функционально не зонирован никем. То есть, нет идеи города. А в этой идее города, я думаю, было бы правильно еще взять, ну сколько у нас есть площадей, и понять их функциональный и какое-то такое эстетическое назначение. Кроме того, Константин уверен, идея изначально неверна. Площадь Ленина, несомненно, должна измениться и стать знаковой для горожан. Но не в плане появления еще одного места для увеселения с многочисленными кафе и фонтанами. Идея должна быть глубже. И, по мнению архитектора, построить ее стоит не вокруг личности политического деятеля, а чего-то более значимого для города. Предположим, мы себя позиционируем культурной столицей, это или поэтийская столица России. Все-таки Есенин, это величина, ну, которая, может быть, уступит только Пушкину, и, в общем, наверное, с ним никто не сравнится. И я поэтому, может быть, мы бы могли избрать, что вот мы там поэтийское сердце России. И форма этой площади могла быть подогнана вот именно под какую-то лирику Рязанской области. И хотя мнение горожан по данному вопросу, несомненно, важно принимать, решение должны все-таки специалисты, которые точно могут сказать, насколько реально воплощение в жизнь той или иной идеи. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Россияне постепенно привыкают к новым банкнотам, номиналам 200 и 2000 рублей, которые так разительно отличаются по дизайну и цвету от остальных денег. В Рязани уже практически не возникает проблем с оборотом этих купюр, о новых банкнотах и о том, что же делать, если вдруг в магазине на кассе у вас откажутся принимать эти деньги, расскажет Алена Куколева. Рязанцы могут пожаловаться на продавцов, которые не принимают новые купюры номиналом 2000 или 200 рублей. В Роспотребнадзоре работает горячая линия. Также жалобы можно направить в отделение Банка России. Специалисты банка объясняют, если в магазине у вас не приняли новые бумажные деньги, продавца можно серьезно наказать. За ущемление прав потребителей предусмотрен серьезный штраф. Отказ приемного в банкноте должен рассматриваться как противоправное действие, которое ограничивает права потребителей и препятствует заключению договора купли-продажи. Максимальный размер штрафа за это противоправное действие может составлять 50 тысяч рублей. Вероятно, в некоторых торговых точках отказываются брать новые купюры, потому что они только входят в оборот и внешне сильно отличаются от привычных банкнот. У нашей съемочной группы проблем с оплатой покупки новой банкноты не возникло. На территорию Рязанской области новые деньги поступили в начале декабря. 200 бумажных рублей ярко-зеленого цвета и 2000 непривычного синего. Получились не только красивые, яркие, легко распознаваемые в кошельках, но еще и высокотехнологичные, потому что такого комплекса защиты нет еще не на одних купюрах. И я уже говорила, что можно этот продукт назвать инновационным, потому что при разработке этих, при изготовлении этих купюр было использовано только патентов Гознака 15 и, конечно, лучшие мировые практики и мировые решения. На просвет, под наклоном и на ощупь целый комплекс элементов, которые определяют подлинность новых банкнот. 15 степеней защиты, как известные россиянам, так и совершенно новые. На лицевой стороне купюры находится QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт Центробанка и там прочитать о защитных признаках новых купюр. А с помощью лупы на оборотной стороне можно увидеть мелкие графические элементы. На купюре в 200 рублей изображение растений и животных Крыма. В купюре номиналом в 2000 рублей впервые применен оптический переменный элемент. Это подвижное кольцо. То есть, если мы посмотрим в центр купюры, то увидим русский мост как раз на фоне золотого солнца. И там присутствует вот это подвижное кольцо. Кольцо делает купюру, если мы посмотрим, объемный. Кажется, что она толщиной полсантиметра. И при повороте купюры это кольцо начинает двигаться. То есть, впервые на банкнотах применен такой оптический переменный элемент. Обнаружить фальшивку поможет и специальное мобильное приложение. Называется оно «Банкноты-2017». Нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и сравнять рамку на экране с краями банкноты. В итоге высветится положительный либо отрицательный вердикт. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская область славится своими спортсменами. Каждый год они представляют наш регион и Россию на соревнованиях различного уровня. Успехов они добиваются во многих видах спорта, в том числе и единоборствах. Так, совсем недавно рязанские спортсмены завоевали несколько медалей на чемпионате Центрального федерального округа по кикбоксингу. Кикбоксингом в Рязани занимается около 400 человек, а федерация этого вида спорта существует в регионе порядка 10 лет. За это время рязанцы завоевали не один десяток, а может быть и не одну сотню наград. Совсем недавно копилка медалей и кубков вновь пополнилась. Спортсмены спортивной школы «Золотые купола» приняли участие в чемпионате Центрального федерального округа по кикбоксингу в Брянске и показали высокие результаты. Участвовали в соревнованиях пять представителей Рязанской области и каждый из них уехал с медалью. Три золота, две бронзы, а также призы за лучшую технику и волю к победе. Для нас это показатель того, что и тренерский штаб, и спортсмены ведут правильную работу, подготовку, соответственно, и выступая на соревнованиях. Для нас это почетно, когда Рязани отмечают среди, допустим, 18 областей и за лучшую технику мы призы увозим в Рязань. Соответственно, и приз за волю к победе – это спортсмен, который показывает высокий результат, условно говоря, выигрывая в морально-волевых качествах, когда сложные соперники. В общем-то, это тоже такой престижный приз, и мы рады, что они у нас. Владислав Власенко – обладатель приза за лучшую технику и золотой медали в весовой категории до 67 килограммов. Кикбоксингом он занимается седьмой год, и это не первая высокая награда для него. Как и все предыдущие, она далась Владиславу нелегко. Каждое соревнование сложное по-своему. Соперники, скажем, годом становятся еще сильнее и опытнее, и, следовательно, бои у меня все сложнее и сложнее становятся. Но это определенный опыт, то есть я также расту на этом, развиваюсь как и в физическом плане, так и в тактическом плане, так же и в психологическом плане. Илья Конобеев – также обладатель золотой медали в весовой категории 60 килограммов. Занимается он, как и Владислав, седьмой год. Я выберу именно этот вид спорта, потому что считаю, что он сам динамичный, сам интересный как с точки зрения тактики, так и с точки зрения каких-то проявлений своих физических способностей. Кстати, на последних соревнованиях он тоже стал обладателем приза за лучшую технику. Ну, я думаю, получить такой приз – это является дополнительным стимулом работать над собой, шлифовать, улучшать свою технику и тактику ведения боя. Еще одну золотую награду завоевал Дмитрий Рубцов, ставший победителем первенства ЦФО. Бронза в активе Даниила Выборнова и Александра Майорова. Последний, кроме того, получил приз за волю к победе. Соревнования чемпионами и призерами, которых стали ребята, являются отборочными и подготовительными для чемпионата России, где будет производиться отбор в национальную сборную. Кстати, Рязань является постоянным поставщиком спортсменов в команду России. На данный момент восемь рязанцев представляют разные весовые категории, возрастав национальной сборной, что является лучшим показателем высокого уровня рязанского кикбоксинга. Ирина Ковалева, Роман Бехров, телекомпания «Город». Такое увидели уходящую неделю корреспонденты телекомпании «Город». Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а на этом мы прощаемся с вами до понедельника и желаем хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова